Микс Ньюс. Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта». Доброе утро. В студии «Радио Болтком» двое гостей. Рижский русский театр. Я ведущая Евгения Шерменева. Мы сегодня говорим в программе «Без антракта» о том, что происходит в Русском театре в Риге. О предстоящем показе спектакля у Михаила Чехова, имя которого носит театр. И в студии у нас Яна Хербстер. Доброе утро. Доброе утро. И Александр Маликов. Доброе утро. Мы, когда встретились сейчас в студии, мы вспомнили о том, у Александра написано всё без толку на свитере. Нет-нет, мы вспомним про эту премьеру. Премьера начала февраля. Ей всего месяц. Уже сыграно несколько спектаклей, в которых занят Александр. Это пять песен по памяти. Яна, вы посмотрели. Да, да. Я недавно посмотрела. Я не была на премьере. Посмотрела потом. Знаете, я шла уже немножко подготовленная. Что-то не будет, как всегда. И это мне очень помогло. Потому что у меня особенной экспектации каких-то от спектакля наставшего не было. Но мне так понравилось. Я не знаю. Я получила такое удовольствие. Там просто... Я не могу сказать, что я всё поняла. И, может быть, и не надо было всё понять. Но там были какие-то фразы. А я не была одна. Я взяла и сестру, и маму, и молодого человека. Целая компания у вас была. Целая компания мы пошли. Мне было очень интересно их мнение. И, понимаете, вот в чём красота. Там есть такие фразы, которые лично в каждого из нас попали. Чисто по каким-то своему опыту или какими-то очень личными вещами. И в каждого что-то попало. Что такое бам. Да, попало. И вот какая-то эмоция сразу появилась. И таких моментов было несколько. И там был и юмор, и драма. И... Ну, я не могу... Мне просто очень-очень понравилось. Я надеюсь, что ребята будут всё долго успешно играть. Очень много людей после этого спектакля. Очень большое количество зрителей выдали такую фразу. Нам... Мы ничего не поняли, но очень интересно. Но очень не попадает, очень не затрагивает. Вот очень много людей сказали именно это. А вот скажите, я угадаю или нет по ощущению? У меня ощущение, что это просто новым языком, ну, принцип Евгения Гришковца. Который всё время рассказывает о своих каких-то личных воспоминаниях. Ну, то есть вот люди же любят Евгения Гришковца и ходят на его спектакли. Потому что он им рассказывает о том, что им попадает в душу. Да, то, что происходило с ними так или иначе. Или с их друзьями, знакомыми. Это очень близко каждому человеку в зале. А в спектакле «Пять песен по памяти», как мне показалось, это просто другим языком художественным. Да. Не повседневным языком, а очень художественным языком. Но по сути это точно так же. Это история о каждом из тех, кто сидит в зрительном зале. Да? Да. Мне согласен, Жень, с тобой. Единственное, что мне кажется, Гришковец больше рассказывает от себя и что-то очень личное, и что-то очень простое. А здесь всё-таки язык более художественный, наверное, более метафоричный, с большим количеством аллегорий и так далее. Ну, вот он очень... Это очень интересно. Программка, мне кажется, очень хорошо сделана. Там написаны эти стихи. Стихи авторов. По которым песни. Да, по которым песни, какие-то ещё стихи авторов. Стихи группы «Орбита». Да. Куда вложено, это как книжка со стихами ещё у вас программа. Да, конечно, потому что этот спектакль, эта пьеса, которую ребята написали, она достаточно поэтична. Даже не это просто... Чистая поэзия. Чистая поэзия, да, да. И совсем всё непростое. Чистая поэзия, прекрасная, красивая, музыкальная. И очень красивые песни написал Влад, мне кажется. Очень хорошие песни. Такие. Очень рада. Они крутятся в голове ещё долгое время. Особенно последние. Про горло. Про горло. Нас есть за что презирать. Что перерезать, глотку тоже есть. Всё бестолку это тоже. Мне нравится всё бестолку абсолютно. Да, она попадает абсолютно. И не электрик. В общем, мы сейчас о чём? Не пропустите показ этого спектакля. Это того стоит. Это абсолютно новые эмоции зрительские. Это сюжет, который существует, но существует по собственным правилам. И прекрасные артисты Рижского и Русского театра. А сейчас мы поговорим о вашем опыте, двухлетнем уже. Этому спектаклю уже два года. Спектакль называется «Ключи от магии». Премьера состоялась в феврале 2018 года, насколько я помню, потому что приезжали авторы. И я с ними виделась. Это мои хорошие друзья, я бы даже сказала. Что для вас был этот опыт? Это всё-таки особенная пьеса, документальное произведение, собранное из архивных материалов, из воспоминаний, дневников. В этом спектакле нет ни одного слова драматурга личного. Да, кроме первой страницы, когда мы распределяем роли и подводим зрителя к этому закону, по которому мы будем существовать и преподносить эту информацию. Да, Миша проделал гениальную, по-моему, камону. Михаил Дурненков, да? Да, Михаил Дурненков, гениальную работу, как можно написать пьесу, в которой действительно, кроме первой страницы, нет ни одного авторского слова. То есть, всё из документов, из воспоминаний современников, из воспоминаний самого Чехова, отрывки из его книг и так далее. И там была, пройти, пожалуйста, там была уйма текста. Просто, ну, очень много. Мы испугались, мы подумали, ну, мы это не потянем, что же мы будем делать? Да, очень документальная, очень текстовая история. Ну, и она же, извините, пожалуйста, Саша, и она же ещё всё-таки, поскольку она документальная, взятая из переписки, её нужно не просто произносить. Всё-таки текст писем, текст дневников, текст каких-то специальных документов – это же не текст, актёрские пьесы, где совершенно другой состав даже слов может быть. Потому что когда человек говорит и когда человек пишет, и пишет в разных ситуациях, это разные лексики и способы построения фраз. Яна, как вам это всё удалось осилить? Мне кажется, ключевое слово – это именно команда, которая у нас случилась. И прекрасный режиссёр Марина Брусникина, потому что она как-то нас так завлекла. И это стало, этот объём текста стал безумно интересной игрой. И у нас создалась какая-то своя абсолютно театральная утопия, о которой даже пишет сам Михаил Чехов. И я помню этот период репетиций, один из лучших, потому что мы встречались все, мы придумывали там на ходу такой творческий процесс. Вот у нас есть текст, что мы можем с ним сделать, чтобы каждый раз было интересно и нам. Если нам интересно, то и зрителям будет интересно. Поэтому там есть всякие эти повороты. Мне кажется, в этом спектакле есть очень много юмора, очень много смешного, но очень серьёзного, трогательного. Я очень люблю этот спектакль. Я не могу быть объективна, я его очень люблю и даже обожаю. И у Яны ещё есть прекрасные возможности иногда видеть этот спектакль со стороны, так как у нас есть два, ну так сказать, два состава, да, то есть на некоторой роли есть по две исполнительницы. И у Яны была уникальная возможность, то есть она приходила со слезами и говорила, ребята, как это прекрасно, снаружи. И мы говорили, Яна, мы тебе завидуем, то есть те, у кого нет второго артиста на его роль. Вообще все коллеги, которые смотрели этот спектакль, которые не участвуют, все очень рады, что такой материал у нас есть в театре. Кто-то по два раза приходил. По два раза, да, потому что именно этот спектакль, я не знаю, точно могу советовать всем, а особенно, не знаю, людям нашего, нашего ороц. Поколения? Поколения? Нет. Нет? Ну, нашей профессии, скажем так. То есть он ещё важен для... По-актерски очень, да? Очень, потому что там заложено всё то, чему мы когда-то все учились, просто это всё надо вспомнить, этот азарт, этот азарт надо вспомнить и получать большое удовольствие от профессии как таковой. Но, мне кажется, для зрителя, который не имеет отношения к театру, ну, в смысле, к профессии театральной или к профессии искусства, тоже этот спектакль очень интересен и важен, потому что он позволит посмотреть вообще, в принципе, на театр чуть-чуть другими глазами. Чуть-чуть заглянуть, наверное, за кулисы, чуть-чуть заглянуть на эту кухню. Поэтому, как артисты готовятся, да, и ему, посмотрев этот спектакль, будет легче воспринимать и оценивать, и как-то чувствовать и понимать другие спектакли в любых театрах. Вот, мне кажется, у него такая функция есть. Я вас вот о чём хочу ещё спросить. Значит, текст был разложен, и мы вместе сочиняли с Мариной Станиславной Брусникиной. Как вы в каждый следующий момент будете это придумывать? То есть вы на самом деле пользовались во время репетиции, я так понимаю, всеми актёрскими техниками, этюдным способом, да, там, движением, игрой в слова, ещё чем-то. То есть вы вынесли вот эту вот актёрскую кухню на сцену и начали ей играть как теми шариками, которые в этом тоже, да, это чеховский способ репетиции, там, да, этого тренинга. Жарики на сцене. А как для вас судьба самого Чехова и вот то, что с ним происходило, как ему было сложно, какой он был непростой человек, как он и мучился, с одной стороны, и с другой стороны, захлёбывался от счастья, там тоже это есть от счастья, быть на сцене. Вы же, каждый из вас в этом спектакле, это часть Михаила Чехова. Да, Миша Дурненков, как так сказать, знаете, как луч света белый идёт и через призму проходит, разделяется на цвета радуги. Семь цветов, да. Вот примерно такая же история в этом спектакле. Миша Дурненков разложил этот образ Чехова на семь таких составляющих. Одна там драматическая часть, вторая какая-то эфирная, какая-то антропосовская вот эта история. Одна это его эпистолярная часть, то есть есть человек, который отвечает за письма, другая часть это человек, который отвечает за воспоминания современников, за публикации журналистки о Чехове, о спектаклях. Но я же понимаю, что это не так жёстко расписано, что вы всё равно меняетесь, как те мячики, которые вы перекидываете друг к другу, вы, в общем, эти составляющие друг к другу, вас семеро на сцене. Да, и нас так называют первый, второй, третий, четвёртый, пятый, шестая, седьмая. По большому счёту, там мы играем, ну, сами себя в первую очередь, и вот в этом и происходит, наверное, какая-то магия. Мы выходим к людям, к зрителям и начинаем говорить о том, что мы сейчас, я, то есть я, Яна, я Александр Маликов, я Яна Хербста, я и другие артисты, расскажем вам историю, задаем вопрос о том, что вот мне кажется очень интересно, и меня этот вопрос тоже очень сильно волнует в жизни. Нашу профессию, то есть профессию артиста, профессию режиссёра, наверное, легче, но больше профессию артиста. Ну, мы не можем пощупать результат нашего труда. Вот из-за этого я, например, люблю очень работать с деревом или что-то. Знаете, когда я что-то сделал, я вижу, вижу. Берёшь в руки. Да, я беру в руки. Мы не можем это пощупать, мы можем это только ощутить в тот момент, когда идёт спектакль, когда идёт театральное действие. И вот именно этот вопрос и задаётся после того, как человек, Михаил Чехов, оставил такой огромный след в истории, в театральном деле, в педагогике, даже в кино, даже заложил что-то голливудским артистам. Не что-то, а всё, скажем честно. Ну, конечно, хорошо, я аккуратен. Вот, оставил след во многих странах Европы, здесь два года оставил после себя учеников. И вот то, что по большому счёту, но один из самых главных его талантов, всё-таки, ну, люди это признают, это его вот именно актёрское дарование, когда он на сцене, что люди, которые воспоминали... Современники, которые оставляли свои воспоминания. Это было просто чудо. Это было что-то очень необычное, очень талантливое, очень... И вот именно это мы не можем пощупать. А мы и не можем. Мы можем только поверить зрителям того времени. В этом и есть магия театра, на самом деле. В этом и есть, мне кажется, боль артиста. Вот этим, посудилось, начинается наш спектакль. И я каждый раз думаю, ну, вот я, например, Яна Харпста, вот мы с тобой сыграли прекрасный спектакль «Гранатовый браслет». Его больше не играем. Он остался где? Где он? В душах. У меня сердце у нас осталось. У нас сердце, да. Но это такое, ты играешь, играешь, а потом ты больше, например, этот материал не играешь. Как будто он что, исчез? Нет. Он остался у тех, кто это увидел. Хорошо. Этого хватает или все-таки хочется, чтобы… Вот в кино легче. Это как сняться в плохом кино, это плюнуть в вечность, как сказал. А в хорошем? А в хорошем это прекрасно, это прекрасно. Но вот это можно пощупать. А вот наша профессия артиста, она такая иногда тяжелая. У меня, когда я заканчивал актерский курс в Петрозаводске, мастером был Арвид Зеланд, и он позвал председателя комиссии, у нас был Василий Семенович Лолновой. Он осмотрел все спектакли, на моем, кстати, одном даже плакал, и так было трогательно, есть даже запись, где мимо него камера идет. Ладно, именно поэтому, кстати, я здесь и оказался после именно этого спектакля. И он напутственную речь давал на выпускном и сказал о том, что, ребята, вы попадаете в очень сложную профессию, в очень зависимую, в очень эгоистичную, где-то очень иногда подлую, но красивую. И какие-то моменты в Вашей жизни будут происходить такие моменты чуда, они будут очень редко, они будут вот этой магией, вот я почему подвожу, именно об этом говорил Чехов и к этому стремился. Говорит, у Вас будут такие моменты чуда, которые окупят все Ваши страдания, все Ваши... Ну, это в этой студии говорил Олгил Стиренс о том, что в какой-то момент в театре ты ощущаешь себя Богом, потому что ты начинаешь творить какую-то совершенно иную жизнь, иной мир. Другое измерение. И вот это даже если две секунды в твоей жизни ты ощущаешь, то, конечно, это очень сильное переживание. Почему люди, которые попадают в театр, потом не могут оттуда уйти, собственно, потому что этого ощущения больше нигде не бывает. Причем как и зритель, так и артист, так и все, кто причастен к созданию спектакля, это очень... Эти мгновения, они очень редко, они очень короткие, это чувство целого, мне кажется, о чем он писал, но именно из-за этих моментов ты прощаешь этой профессии и все. Все остальное, все остальное, что надо. Долгие репетиции, долгие учения текста, непонимание, попытки входа. Это все легко, если честно, а все остальное, что профессия тянет с собой, это уже другое. Но вот эти моменты, они-то окупают. Окупают все. Окупают все. Скажите, пожалуйста, а вот что бы вы хотели сказать Марине Станиславне накануне весны начинающейся? Что приезжала и поставила с нами еще один спектакль. А вам было интересно, потому что она же очень хороший преподаватель, она же очень хороший учитель в школе-студии МХАТ, и на самом деле она начала заниматься режиссурой, уже пройдя большой-большой период работы со студентами. Ей Олег Павлович Табаков дал возможность начать работать. И первый спектакль «Пролетный гусь», который она сделала с выпускниками школы-студии МХАТ, именно текстовой на малой сцене, вдруг выстрелила совершенно неожиданным образом в Москве. И после этого она начала пробовать дальше, дальше и дальше работать. И потом уже начала работать в других театрах. И мне было очень интересно, как вот ее способ... Одно дело делать с актерами, которые так или иначе прошли школу Миромосковского художественного театра. А как для вас было работать с ней? Вы понимали друг друга? Для вас ее способ разговора с артистами был интересен, понятен? У меня так. Я до этого с ней не работала, я ее даже не знала. Но для меня всегда важно, и это даже не объяснить, ты всегда очень чувствуешь, режиссер знает, что он хочет, даже если он еще не знает, что хочет, понимаете? Есть иногда ощущение, что ты чувствуешь, режиссер не знает. Он не знает, и ты не можешь, как бы до конца не можешь довериться ему, что получается очень сложный и неуверенный процесс репетиций. А есть режиссеры, которые, может быть, не знают, что и как, но есть у них это ощущение, и они этого добьются. И вот Марина Станиславовна была такая. Она вместе с нами сочиняла, но у нее не был момент, ой, ребята, не знаю, не знаю. Она всегда знала. Она всегда была спокойна. Спокойна. У нее был этот стержень, все будет хорошо. И мы придумываем, и мы реально, мы действительно придумывали. Поэтому, да, с ней было легко. И она очень действительно хорошо и доступна, умеет работать с текстом. Да, это, конечно. И помогать нам его как-то оживить, его сделать... Почувствовать. Понятным, почувствовать, да. И ей доверие, ну вот буквально со второй репетиции... Николай Симонов. Николай Симонов. Он же уже в разных спектаклях работает в Рижском русском театре. Ну, Николай Симонов – это львиная доля зрительского восприятия спектакля. Вообще спектакль, кстати, этот сделан всем миром. Потому что, во-первых, материал для пьесы собирали и тот же Анатолий Смелянский, и какой-то финский автор, который написал книгу о Чехове. Это даже был музей, мемориальный какой-то музей Холокоста в США, который присылал какие-то видеофайлы. И все это, то есть он действительно создан всем миром. И Николай Симонов, естественно. Мы одно дело были в репетиционном зале, все это делали. Мы немного переживали, потому что мы понимали, что это достаточно информативная история. Очень много информации, очень много дат, очень много фамилий. И мы переживали, что это как-то тяжело. Очень много архивных материалов. Да, но мы как-то не понимали, что за нами-то стоит огромная работа Николая Симонова, который создал очень прекрасное, как это сказать, пространство. Визуальное решение. Там и картинки, и фотографии этих времен. И тени, и видео. И даже видеозаписи в фильмах, в которых играл Миша Чехов, за что он там был один раз даже номинирован на Оскара, за роль второго плана. То есть даже этот кусочек есть. Ну вот это... И мы, Марина Станиславовна, кстати, нам и сказала, ребята, в какой-то момент, ребята, вы тут как-то... Когда мы вышли уже на сцену, последняя неделя репетиции, говорит, ребята, вы так сильно-то не берите на себя все. Там и за вами чехов. А вот я прям помню эту фразу. Потому что видно, как вы хотите как можно больше донести, как можно больше вложить, что через меня там все пройдет. Вы, говорит, оглянитесь вокруг. Говорит, работает все пространство. Вы просто одна из деталей его. И действительно, я какие-то моменты на репетициях стал оборачиваться. Сейчас-то, когда мы играем, мы не все видим. Там же всякие проекции, всякие картинки, всякие очень вкусные фотографии. И я, когда на это все оглянулся, да, я сразу такой раз. Я понял, что нет, что это, я тут вообще не главный. Здесь главный действительно Миша Чехов и все люди, которые создавали это пространство, этот спектакль. Мы только винтики. Это очень здорово чувствовать. Ну, хорошо, мы значимые винтики, но тем не менее. И сценография, это же материал, это бумага. Тоже, мне кажется, символ какой-то хрупкости профессии актера. Да. И мы там, когда репетировали, кидали мячик, и иногда так мячик попадал в бумагу, бумага рвется, реквизиторы, бутафоры опять порвало. Поговоришь, хватается за голову. Дело надо менять все. Ну да. Нет времени, потом там кто-то старается заклеить, так, чтобы максимально было не видно, только потому, что актеры опять увлеклись. Это вся вот эта хрупкость, она передана еще и в сценографии этого спектакля, да? Да. И дым, который рассеивается периодически, да, там, как... Который использует дым самостоятельно. Да, шаг за этот эфир, да. Да, да, да. Да. А Ольга Житлухина? Ольга Житлухина. Это хореограф. Это хореограф, это человек... Очень талантливый человек. Он тоже сделал, да, внес огромный вклад, который просто до сих пор иногда, приходя к разминке перед спектаклем, пытается как бы чуть-чуть подправить и донести до нас вот этот способ существования. А ты помнишь, что мы каждый раз встречались, у нас была долгая разминка, чтобы наладить, во-первых, контакт между собой? Да, контакт и вот... И исходя из этих разминок, она и... А, это хорошо, это работает. Попробуй вот так. Уже на разминках, уже что-то получалось, уже что-то рождалось. 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 Так, хотел сказать. Ну, потому что ведь для Михаила Чехова движение и состояние тела – это было частью, незаменимой частью актёра в России. Базовой, может быть, даже, да, когда он как бы себя наполнял через тело и двигался даже. Он же менялся. Все же воспоминания современникова говорят о том, что он менялся таким образом, что его не узнать было на сцене, что этот человек, который был за кулисами, и который выходил на сцену – это были разные люди. Он производил какое-то очень сильное впечатление. Когда спектакль? Спектакль будет, по-моему, 22 марта, если не ошибаюсь. 22 или 23 марта будет спектакль. Рижский русский театр «Ключи от магии». Да, 22. Спектакль о Михаиле Чехове, но не только о нём, об актёрской профессии, о театре вообще, о хрупкости, о любви композитора. Да, мы ещё вспомнили, даже не говоря. О том, именно. Конечно, там очень прекрасная часть. Очень важная часть. Прекрасная музыка, которую написал композитор Артур Смаска. Он сам говорил, что наш спектакль – театральная пыль, которая есть, но которую ты не видишь. Да, он, когда приступил к работе над музыкой, вот эти слова об этой театральной пыли очень сильно его вдохновили, и вот у него всё родилось уже дальше. Как из пыли рождается волшебство. Да, магия. Любите спектакль? Очень. Михаил Чехов, он вообще гений, говорят гений. И вот тут я вспоминаю фразы, которые давным-давно в школе мне говорила одна учительница, что гений, это ошибка природы. Природа ошиблась. И получился гений. Получился какой-то сверх, какой-то другой. И вот он действительно, говорят, был другим. И так хочется хоть немножко передать эту магию. Так что не могу дождаться 22 марта. Да, он был другим во всех смыслах этого слова. То есть иногда чем больше гениальности и какой-то необычности в человеке, тем больше в другую сторону его расшатывает на разные вещи. Но ему тяжело жилось, конечно. Он был очень, он был и параноик. Он даже со спектаклей убегал. Он постоянно в поисках. У него были и проблемы с психическим состоянием. С алкоголем. С алкоголем, дикие проблемы. И да, он, конечно... Экспериментатор был над собой. Что на самом деле очень важно, потому что я всё время думаю о том, что художник, конечно, в первую очередь должен экспериментировать с собой. А уже потом этот эксперимент транслировать вовне. Ну да, ты же как художник, наверное, как ретранслятор того, что есть в этом эфире. Конечно, он должен быть открыт к этому абсолютно. Только тогда он может... Я спрошу вас о другом. Я часто спрашиваю. А что вы видели интересного в латышском театральном мире за последний сезон? Куда вы ходили, что вы видели? Я находила пять песен по памяти, которым она не играет, посмотрела премьеру. А что ещё? Дайте подумать, потому что как только и свободный вечер, я домой. Я еду в песни. Я стараюсь, хотя я действительно стараюсь посещать и другие театры, но иногда вот хочется самой привести себя в порядок. Я сейчас подумаю. Саша? Абсолютно точно. Я видела... Я видела тебя на золотой маске. Я видела... Да, я достаточно много стараюсь ходить и посещать, и не пропускать. Когда есть... Иногда даже очень обидно, когда я хочу на что-то сходить. Вот, например, на Славу я, например, не смог попасть, потому что у меня был спектакль. А на мужья и жёны Богомолова смог. И на Крымова, на Серёжи я тоже был. Ну, это важно. А что свои коллеги? Да, коллеги. Куда-нибудь попадал за этот сезон? То есть латышские театры. Да. Конечно, я был, например, на замечательном спектакле Эйхе в Гертруде Сейлос Театрис. Это день рождения Тани. Ой, вот именно я хотела сказать. А потом я видел, Женя, вашу работу с Энарой Слуцкой, с Яной Яцукой. Молчание. Экспериментальная вещь, да. То есть Гертруде Сейлос Театрис для тебя теперь важный, да? Да, я там почти всё видел. Ещё и до этого я ходил, и спектакль Линарте я видел, Люболь вот этот. Панни Каренина. Да, Анну Каренину, да? Ну, Павелик. И что ещё? А, ну, конечно, Новый Рижский театр я видел. Я хорошо, спасибо Гуне, я смог попасть. На Белый вертолёт? На Белый вертолёт. Она сделала мне проходку. Ты крутой. Да, да, это очень было, да, это впечатление. Ну, такие спектакль и надо видеть они. И на мешках я был, и в национальном театре я видел. Это заседание комиссии проследования истории, прошлогодняя приезжая. Это кто же видел? Да, я видел. Представляете, я со своим Bad Devil Eminence смотрел эти четыре с половиной часа. И всё понимал. Я смеялся громче других. Там достаточно просто для понимания было, да. И я смеялся раньше, и больше громче других. Вспомнили что-нибудь? Да, да, да. Это как раз хотел сказать, что Таня с Димшинсдеяна. Я уже второй раз ходила, потому что мне очень понравилось. И это не совсем театральный, но я пару дней назад была тоже деатром Улисиос театры на концерт-группу «Заала». Вот я не смог. Я не совсем понимаю, почему они не звёзды мирового уровня. Потому что они играют настолько потрясающую музыку, которая не может не попасть в душу. Я сидела, и просто слёзы текли. Я думаю, успокойся, это же просто песня. Но это было так красиво. Я всем советую, сейчас зайдите на Ютубе, послушайте хоть одну песню. Это очень красиво. Мы слушаем теперь группу «Зала». Приходили в душ иногда пару лет назад. У меня дома был концерт группы «Зала». Потому что я хорошо знаю Петериса и Марту. И они такие трогательные все. Они такие эфирные все. Я не понимаю, откуда они такие. Вот они, да. То есть, я так понимаю, что у вас натоптана дорожка в «Гертруда» с «Ялос театрес». На концерты, на спектакли. Так получается. Но не только. Ну, старайтесь попадать ещё куда-то в национальный. Финляндизация. О, господи. Финляндизация. Финляндизация, да. Это тоже посмотрели. Валтер Силлисон. А, и спектакль «Аутсайд». Я видел Серебряникова. Спасибо Владу Наставшему, который сделал мне проходку на VIP-место в директорскую ложу. Опа. Тоже было замечательно. Хорошо работать с режиссёрами, которые могут тебя потом смотреть на другие спектакли. Тоже впечатление. Ну, вам надо пойти посмотреть Владу вторую премьеру. Она очень важна, кстати. Я видел. Тесакас Нактс? Да, где здесь начинается ночь. Потому что, на мой взгляд, они не случайно вышли вместе. Они очень дополняют друг друга. Пять песен по памяти и здесь начинается ночь. Я немножко боюсь этого спектакля, но я, скорее всего, скажу. Не надо бояться. Да, ты готова, ты уже. Он как раз, если мы говорим пять песен по памяти, это вот эти вот мечты воспоминаний, очень нежные эмоции. А здесь какая-то вторая часть жизни. Вот тёмная, светлая. Да, реальность. Реальность, вымысел. Да, потому что можно как раз не пощупать. Да, да. Вспомнила. Я была Рига с цирку на Бриене Маскарте. Ага. Это экскурсия по театру. Тоже всем советую. Очень интересный, оригинальный формат. И, по сути дела, ты участвуешь в спектакле, но ты один. Ну, я была, по крайней мере, одна. С вами ходила. И это тоже всем советую. Очень интересно и познавающе. Ну, и вспомним вашего коллегу по театру Игоря Назаренко, который играет в Патри Фронс. Видите, я все видела, оказывается. Я просто это воспринимаю как часть работы, а не как какое-то отдельное. Ну, да. ЛВ versus Ру. Тоже очень. Мне вообще очень нравятся все эти темы Танис, Димшин из Дэна, когда сопоставляются. Потому что я, не секрет, я латышка в русском театре. И я всю жизнь, всю жизнь была в оппозиции с теми, с которыми я общаюсь. То есть, если я с латышами, я всегда защищала русских. Если я с русскими, всегда защищала латышей. Ну, вот всегда. У меня не было никогда проводник такой, да? Знаешь, у меня тоже самая история. И поэтому мне очень нравится, когда есть такие спектакли, которые дают возможность обеим сторонам посмотреть на себя со стороны, понять другую сторону. Очень нравится. И пусть такие спектакли будут побольше. Ну, хорошо. Тогда мы еще раз говорим о том, как мы любим Михаила Чехова, имя которого носит Рижский русский театр. Как увлекательно было изучать его жизнь в этом спектакле. И как мы всем советуем пойти и посмотреть существование актера на сцене, который состоит из семи составляющих. Плюс музыка, плюс движение, танец, плюс визуальное решение. И спасибо большое Марине Станиславовне за то, что она собрала, Брусникиной за то, что она собрала такую хорошую компанию. И спасибо Рижскому русскому театру, который играет этот спектакль как постоянный в репертуаре и дает вам возможность этому радоваться. И именно этот спектакль дал какое-то вдохновение для нашего, скажем так, отдела маркетинга, что весь этот зеленый мячик пошел, который можно увидеть на сайте, нашим миром прыгает. Это все благодаря нашему спектаклю. Ну хорошо. Значит, 22 марта, Ключи от магии. Да. Рижскому театру. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо, Жень.